Всем привет! Вы канал МоторСибирь55. Сегодня у нас видео и еще одна мопедка Кросстрек 125 зверь длинно базы. Это для тех, кто не хочет регистрировать, но хочет легкий и мягкий на ходу с более длинной базой типа юбера 125 и чтобы ездил по абсолютно всем покрытиям трасса по лесу по полям и так далее такой интересный агрегатик Мотор вообще до 10.000 оборотов крутится двигатель уже нам известен ставится на многие модели вортекса не знаю есть ли смысл о нем говорить более дорогой карп установлен сюда кейхин многими любимый карбюратор с более широкой заслонкой неплохо крутит его из плюсов каких можно отметить длинную базу особенно для людей которые тяжеленькие и высокие это будет как спасительный вариант это как сигма но немножко и еще на два сантиметра посадка выше более серьезные амортизаторы с двумя пружинами наружная и внутренняя пружина реально работает и реально почувствовал разницу даже между обыкновенной амортизатором который ставится даже усиленный нам некоторые модели вортексов и на данные амортизаторы приятно отыгрывает и садишься один и вдвоем нету прям такой большой разницы что амортизатор неконтролируемый что он перегружен это сразу можно отметить в задней подвеске мощный задний маятник с усилителями посмотрите как дуга проварена перекладина причем это в две накладки внутри еще стержень стоит а это уже наружный усилитель широкие соленблоки пятидесятые уже поставили здесь усилители по контуру идут с двух сторон задняя часть усилена вот это где можете второй человек хотя грузоподъемность указана та же самая максимальная максимально возможная 180 килограмм рекомендуемые не больше 160 килограмм воткнули сюда большего размера колесо 3 2 0 на 18 устанавливается они 17 как мы привыкли видеть шина смешанного типа с мелкими насечками для грунта для травы для грязи и также подходит для эксплуатации по дорогам общего пользования хорошая шина она мне всегда нравилась она такая универсальная да это не конкретно кроссовая шина или не конкретно дорожная но она подходит именно для реальный универсал цепь естественно тоже закрыта и на данной версии абсолютно новый кожух цепи более грамотный чем на старых версиях он такой уже пошире более мощно сделан новые выгибы выгиб под амортизатор задний полноценный сделан цепь 428 устанавливается сюда по поводу коробки передач все передачи все четыре передачи вперед уже нового образца рядная ну об этом уже думаю многие знают посмотрит наши обзоры и вообще следит за миром китайской мототехники боковины все отключает открывается с ключа такой интересный дизайн более плотный пластик плотно садится боковины как уже более дорогих мотоциклах здесь имитация решетки хотя это пластик из того что мне не понравилось наверное все таки то что приходится изначально задирать ножку кикста ножку переключение передач для того чтобы включить четвертую передачу потому что если ее ниже опускаешь то 4 передачи вообще там непонятно где также применили сюда старый воздушный фильтр почему-то непонятно как то решили не париться на начито придумывать просто вот мыли они неэффективные слабые сопливые и вот особенно в этой части разваливается внутри туба просто основание и на основании поролонка специальная для того чтобы очищать то есть по существу еще нужны либо еще одну сверху поролонку более крупную для того чтобы оградить себя от постоянных мучений с чисткой карбюратора и ресурс двигателя от этого сокращается вот этот момент здесь такой неприятный мощные дуги нового образца более далекий вынос напялили крыло аж до того момента что еле-еле не цепляется двигателя бедная крылышко и конечно то есть дополнительное крыло для того чтобы не накидывалось снизу вот отдельно она крепится типа у эндуро версии не хватает наверно передних гидравлических тормозов раз техника уже как бы не бюджетная подороже ну гидравлику то можно было бы поставить наверное все думаю почему-то пошли по такому пути непонятно длинноходняя передняя вилка уже ставится на 125 кубовых 150 200 кубов мотоциклах дорожного типа вот такие вот слегка идиотские большие поворотники встроенные вовнутрь они тоже складные но особо на них надежды нет опасные так скажем китайцы обещали что сделать диодную фару но что-то от жадности видать или там с коронавирусом у них что-то там засвистела в баке и воткнули все таки сюда обыкновенную стрицикла позаимствованную вообще такой хороший багажник мощно сделанный хорошо кстати подходит все четко внизу крепление все проварено все нормально подходит не надо ничего гнуть там подгонять и так далее красивый объемный каплевидный бак и тоже стрицикла перекочевала крышка мнение людей разделились они говорят да нормальная четко это говно достала постоянно застревает это верхняя часть отваливается там и так далее дешевые зеркала накладки на ручек защита рук как ее называют от веток они от падения потому что это пластмасска вот такая вот интересная конструкция по багажнику подножки нет складных подножек есть просто подножки для заднего пассажира на багажник длинный с выносом мощный можно ставить кофр грузить все выдержат решили сюда забабахать вот такой вот слегка идиотский брызговик под брызговиком вот крыло пластмассовая дешевенькой еще и с удлинителем но решили еще и брызговик сюда замострячить вот что еще можно сказать по то что имеет центральную боковую подножку не думаю навряд ли уже это кому-то интересно вот хотя обе подножки в комплекте есть по натяжителям обратите внимание натяжного типа с внутренней ставной частью то есть сама по себе вытягивает упирается сама в себя такое интересное натяжение уже во второй модели я вижу идентичный вариант исполнения посмотрим время покажет как будет ходить так вроде толстенькая металл не натяжку когда делаешь ничего не погнулась ничего не начало изгибаться плясать и так далее надеемся будет ходить но я думаю все таки они просто обкатывает те или иные новые внедрения в разных моделях вот появляется потихоньку потому что одно обновляет второе оставляет старым или возвращается вообще еще к предыдущему поколению хотя это не эффективно к этому как бы вещи мне не совсем понятно здесь кстати но идет такая типа алюминиевая дуга не знаю для какой цели она для красоты наверное или что толку но какого ничего не дает но так симпатично чтобы выглядело кран стоит с возможностью чистки резерв закрыта открыто как обычно сигнал 1 заслонка металлическая не выведена наверх как видите рукой надо будет постоянно лазить аккумулятор кислотный у аккумулятор гелевый гелевый аккумулятор вот здесь несколько и 7 ампер часов еще сюда поставили аккумулятор 7 ампер часов не 4 не 5 аж я был очень сильно удивлен думаю как так то откуда такая доброта и щедрость китайская хотя некоторых вещах просто тупо сэкономили но почему нельзя было сделать гидравлику поставить почему нельзя было на поставить нормальный воздушный фильтр этого мне непонятно нормальную фару от которой сначала изначально презентовали эту модель что она будет именно с такой фары остается загадкой кстати на переднем крыле нет усилителя вот его видно вот так стоит железяка но удлинителей удлинителей нет удлинителей нет поэтому с крылом надо быть аккуратнее хоть она играющая такое но если мы его вниз жестко нажмем на но вот ровно там где усилитель заканчивается центральный он она там отвалится держатели вперед не выведены как у кроссовых или эндуро мотоциклов расходик указывает что будет три литра средний значит это три с половиной максимальный расход я думаю будет литра 44 едва минимальный порядка трех литров отлично подходит для роста не меньше чем метр семьдесят если метр меньше метр семидесяти то небольшой будет дискомфорт длинная база и лучше присмотреть что-то другое от метра там 65 и выше можно чувствовать себя спокойно но и метр метр меньше выше чем метр восемьдесят пять уже будет тоже дискомфорт на метр восемьдесят я сажусь мне прям вот четко четкая посадка маленький легкий легко управляемый прям как игрушечка хотя длинная база что еще можно сказать по поводу передаточного числа его немножко здесь уменьшили все-таки больше рассчитана техника на пересеченную местность нежели чем на максимальную скорость но мотор чуть-чуть забрали у него скорости вообще изначально мотор мог этот комплектоваться звездами которые разгоняли вода 90 километров в час там 90 92 но поставили сюда передаточное число меньше и ограничили скорость на 80 километров в час зато первая вторая передача прям тянет с ума сойдешь хороший разгон уверенный и с вдвоем садимся первой передачи прям толкает конструкцию с легкостью парами особых вопросов нету сзади стоят усилители боковые спереди сплошная проварка все сделано достаточно неплохо швы аккуратно обработаны даже потрудились на тем что заизолировали новые изоляторы вот такие у них появились типа обрезиненные достаточно неплохо сделаны все аккуратненько сложено все крепления аккуратненько соединены я думаю это одна из немногих вообще бюджетных версий и можно похвастаться проводкой посмотрите все заизолировано вообще все абсолютно все спрятано никаких нет соединений день чего не торчит не висит не болтается и это достойно уважения интересные мягенькие ручки раньше тоже были идентичны но не были очень твердые не очень приятная сейчас мягенькая ручка молодцы вот это вот тоже в плюс ручка сцепление переднего тормоза недорогая длинноходная вынос большой но очень простая и крепление зеркал здесь прикручены непосредственно зеркала прикручивается крепление смежное вместе с ручками поэтому внутреннюю часть можно будет если отламывать можно будет менять отдельно и еще часто мы встречаем накладки на ручке здесь крепление постоянно пластмассовые а здесь металлические чему я был очень удивлен замок зажигания тоже от трицикла длинный столбик вынос вперед вместе с крышкой в комплекте сюда из запихали панель приборов уже старого образца несколько лет уже производится на 200 кубовых 150 кубов мотоциклов нормально себе проявила врет немножко там на максимальной скорости может показывать вам что вы там уже под сотку едете на самом деле вы там едете где 85 например километров 10 может ворот после 60 начинает врать прям это отчетливо понятно вот такой вот агрегат для тех кто хочет приобрести пишите ватсап вайбер звоните в описании снизу будет ссылка на наш официальный сайт можно будет заказать себе такую технику на сегодняшний день данная стоимость данного продукта 71 950 в розничном магазине городе омске собранном состоянии если будете технику приобретать в упаковке для подписчиков то стоимость будет 65 тысяч рублей стоимость может меняться поэтому переходите на сайт и следите за конечной стоимости на сайт шесть пять тысяч рублей в упаковке в заводской отправим абсолютно в любой регион без всяких проблем на самых выгодных условиях загружаем стараемся быстро из цветовой гаммы самый распространенный цвет это будет вот зеленый или как его говорят типа хаки хаки однотонный как он хаки однотонный никому не понятно что там придумали опять китайцы посмотрите смотрится сдалека агрессивный с черными дисками прям огонь а для тех кто будет технику покупать на наши подписчики в собранном состоянии на данную момент модель распространяется 3000 рублей скидки имейте ввиду ну прикольно согласитесь все равно как ни крути модель достойна уважения хоть что-то что-то чем-то но я думаю он все равно будет пользоваться спросом на территории российской федерации как ни крути и в казахстане в том числе как либо не больше бы в казахстане он даже был более так скажем потреблять его будут больше у нас казахстан очень любит идентичные мотоциклы особенно те которые кушают мало топлива спасибо что были на нашем канале поделитесь этим видео напишите комментарий нравится не нравится может быть куда у кого то есть старого образца такая версия напишет о каких-то больных местах что морочит голову стоит покупать не стоит какие ощущения при езде напишите дайте информацию тем кто думает о покупке данной версии всем всего доброго всем пока